Сегодня на традиционном приеме одаренных детей угловой города мы чествуем тех, кто достиг своей высоты, кто достоин почетной награды, знака отличия, гордость Пермского края. Надо признать, что это не просто пафосные слова, а действительно признание заслуг этих школьников, которые своим характером и силой воли, ежедневным трудом и целеустремленностью доказали, что сегодня они здесь оказались не случайно. Победители краевых и всероссийских школьных олимпиад, волонтеры, обладатели всевозможных спортивных титулов, лауреаты творческих конкурсов и фестивалей. У каждого из них свой весомый багаж побед, а ведь им нет еще и 18-ти. Началось мероприятие с приветственного слова губернатора Пермского края Дмитрия Махонина посредством видеоконференц-связи, к которой присоединились все города Прикамья. Хотел бы задать слова благодарности родителям, поскольку понимаем, что когда ребенок талантливый, то ответственность в войне. И спасибо вам большое за то, что вы развиваете в своих детях различного умения. Это очень важно для нас. Затем глава региона предоставил слово самим ребятам. Свои поздравления и напутственные слова озвучила и глава Березняков Константин Светлаков. Сегодня ваш день. Сегодня мы здесь собрались поздравить именно вас. Ваши достижения, ваши успехи нас радуют. Вами гордятся ваши друзья, ваши родители, ваши учителя, да и все жители города Березняки. Город Березняки всегда поддерживал и будет поддерживать молодых талантливых людей. После этого началась торжественная церемония вручения знаков отличия. Более 40 ребят сегодня получили награды в номинациях «Интеллект», «Культура и искусство», «Общественная деятельность», «Физическая культура и спорт». Краю важно, чтобы у него росли умные дети, чтобы развивалось образование. Краю важно и самой стране, что нам нужны образованные люди, нам нужны успешные люди. И очень важно поощрять такое, чтобы люди смотрели, вдохновлялись и тоже стремились. Эту награду я получаю в первый раз, она для меня очень значима. Долго шла к ней, работала, и вот она у меня. Я думаю, каждому приятно получить такую награду. Это все-таки достижение более такое значимое. Успешные, талантливые ребята, несомненно, держат еще не одну победу в своей области. Каждому из них мы желаем успехов в достижении самых высоких целей. Андрей Фадеев, Дмитрий Воронушкин, Новости Верхнекамье.